Здравствуйте, дорогие зрители моего канала! С вами Татьяна Кузьмина и проект Фоберлик Реалити. Девочки, сегодня я проведу вам обзор своего очередного заказа по 15 каталогу. Честно говоря, я уже сбилась прям со счета, сколько у меня было этих заказов. Один за одним идут. В общем, то ли пятый, то ли шестой заказ. Не на все я провожу обзоры, но большую часть заказов я стараюсь все-таки для вас осветить. И сегодня вот сделаю обзор этого очередного заказика, а он необычный. В каждом заказе у меня есть какая-нибудь изюминка, и вот в этом заказе тоже. Смотрите, этот заказ я получила от пяти человек, но сделали мне этот заказ три постоянные клиентки. Прикольно? Ну, сарафанное радио рулит. Давайте мы рассмотрим отдельную позицию этого заказа, и я расскажу, как у меня сформировались вот такие интересные клиентские заказы. Первый заказ – это девочка, постоянная моя клиентка. Она даже была одно время у меня зарегистрирована в команде как льготный покупатель, но как-то у нее не срослось. Редко она делала заказы, потом терминировалась, и заказы на небольшую сумму на самом деле ей не слишком выгодно это было делать. В итоге она подходит как-то ко мне, говорит, Татьяна, я лучше буду делать заказы через вас, мне так удобнее. Ну, говорю, удобнее, так удобнее, давайте через меня. И снова вернулась в разряд моих постоянных клиенток. Но при этом у нее есть знакомая девочка, подружка, с которой они постоянно прогуливаются вместе. И одно время они вместе приходили ко мне на промостойку. Вот та девушка выбирала себе ароматы, девушки восточные, ароматы любят. И действительно выбрала себе аромат, но я так понимаю, что на тот момент она не готова была его у меня приобрести. Но зрело-зрело-зрело, наконец созрело. Прошло, наверное, месяца два, а может быть и три, дело было летом. В общем, в этот раз через вот эту свою знакомую девушку она делает мне заказ и заказывает парфюм. Это парфюм флоретте. Вот так выглядит коробочка. Артикул 3045. Это цветочно-фруктовый аромат. Здесь пион, личи, свежесть есть некая в этом аромате. Он действительно такой легкий, летний, приятный аромат, но почему-то у меня на промостойке он не пользуется слишком большой популярностью в плане покупок, хотя нравится очень многим. Мне и самой этот аромат нравится. Это вот ее подруга сделала заказ и, в общем-то, она сказала обращаться мне как раз через эту девушку, чтобы контакты поддерживать. То есть у нее то ли своего телефона не было. В общем, это нюанс уже, скажем так. А сама вот эта моя постоянная клиентка, которая была зарегистрирована у меня, тоже сделала заказ. Взяла у меня каталог, возвращается и говорит, я хочу заказать вот несколько позиций. Среди них она заказывает мне вот такой мист для тела. Здесь карамбола и маракуйя. Такой экзотический мист. Ну, это водичка, да, в виде спрея. Значит, артикул 2396 у данного миста. Сама я мистами не пользуюсь как-то, ну, не знаю, почему-то они мне не заходят. Я обычно аэрозольным дезодорантом пользуюсь. И то не марки Фаберлик, потому что в Фаберлик у нас парфюмерные дезодоранты идут. Вот, а мне нужен именно дезодорант, который решает мою проблему некую. Так вот, отступила немножечко от темы. Мистами я не пользуюсь, мне почему-то они не заходят. Ну, довольно часто у меня клиенты приобретают подобное средство. И вот в данном случае она приобрела этот мист и для тела использовать его, и для того, чтобы ароматизировать белье, постельное белье. Так, это, значит, такой ее заказик. И плюс, она мне задает вопрос. Татьяна, подскажите мне, есть ли у нас какие-то уходовые средства, там, например, гель для душа, кремы какие-то с ароматом кокоса? Ну, как же у нас есть? У нас целая серия ля-крем, в которой есть такие ароматы с молочным протеином, с кокосом. И, значит, это крем-гель для душа, артикул 8393 у данного крем-геля. Сама пользуюсь этой линейкой. Серия ля-крем вообще адекватная. Мне она нравится. У нас там и крем-мыло есть, и вот крем-гель для душа, и твердое мыло, и шампуни, и бальзамы для волос. В общем, целая такая линейка. И, на самом деле, вот этот аромат кокоса, он не навязчивый. Я, в общем-то, сама не сильно люблю кокос, но в данном случае он очень приятный. Вот, поэтому я даже решилась приобрести для себя крем для тела, а именно он называется крем-суфлем. Вот такой, значит, артикул, сейчас я вам скажу, 8396. Это, значит, крем-суфле для тела, нежное прикосновение с кокосовым молочком и молочными протеинами. Как только у меня закончится мой крем-масло, которым я сейчас пользуюсь, я, наверное, приобрету именно вот этот крем для тела. Хочу попробовать. Она мне тоже заказала этот крем-суфле. Ну, в итоге, вот такой у меня образовался заказик, ну, небольшой, немаленький. И от двух клиенток сработало, что называется, сарафанное радио. И еще есть у меня один такой заказ. Подошла ко мне клиентка, то есть мы впервые с ней познакомились на промостойке. Вот в тот раз она мне сделала какой-то заказик. Сейчас я уже, честно говоря, не помню. По-моему, крема для лица она мне заказывала. Ну, что-то такое. Или серию домов. Вот девчонки уже запамятовала. Ну, неважно. И взяла у меня действующий каталог. Говорит, я хочу еще что-то посмотреть, выбрать. И в этот раз она приходит снова ко мне с заказом. И заказывает серию дом, причем не только для себя, но еще и для сотрудников на работе. Работает она, по-моему, где-то в детском саду, как я поняла. Так вот, что она мне заказывает. Для себя она заказывает три мыла для кухни. 11-213 это мыло с ароматом земляники. 11-206 это мыло с ароматом яблока и мыло с цитрусовым ароматом 11-204. Вот три штучки мыла. И еще заказывает антибактериальное средство. Вот такую бутылочку. 11-113-6 артикул. И хочет попробовать вот такое мыло из серии зима. Это ее заказик. И еще достает бумажечку и говорит, еще мне нужно для моих сотрудниц. Здесь у нее два нейтрализатора. 11-287 артикул. Я этими нейтрализаторами пользуюсь, девочки, они шикарные. Просто у меня же кот. А кот ароматный, туалет всегда ароматный у него. И вот этот нейтрализатор воздуха у меня просто споксает от таких вот ароматов нежелательных. Дальше в этом же заказе у нее спрей для обработки поверхности с монардой. Вот кто-то из знакомых захотел заказать 11... Так, артикул, девочки. Артикул. Не вижу. 11-260 артикул у этого спрея. Я им тоже пользуюсь, но почему-то вот как-то он меньше у меня заходит. На самом деле, больше как-то вот нейтрализатор у меня в ходу. И снова универсальное антибактериальное средство. Вот они, наверное, в коллективе сели, посовещались и решили выбрать вот такую замечательную линейку нашу. И одинаковое средство универсальное антибактериальное все себе и закупили. Так, и что еще? Еще в ее заказе для себя она сделала заказик вот таких теней. Это жидкие наши тени двух оттенков. Видите, один такой какой-то ореховый оттенок, а второй коричневый. Вот этот ореховый оттенок, сейчас попробую назвать вам артикул. Без очков не назову. Так, артикул 52-28. Таких теней. И второй 54-50. Это уже более такой коричневый оттенок. Я, честно говоря, сама такими тенями не пользуюсь. Не знаю, как они, в общем-то, будут, хорошо ли они будут ложиться, насколько они стойкие. Вот этих моментов не знаю. Девочки, кто пользовался, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Ваше впечатление, ощущение. Дельная вещь или не очень, стоит или не стоит приобретать. В общем, здесь нужна, скажем так, ваша рекомендация. Так, ну, клиентка приобрела. Хотя я ее предупреждала, что сама не пользуюсь. Отзывов не имею. У меня из клиента впервые вот такой заказ на данную декоративочку. Она говорит, а, давайте. Ну, в общем, это было ее желание. Желание клиента для меня закона. Моя задача предупредить о том, что могут быть какие-то моменты. А вот в данном случае какой момент может быть? И я, кстати говоря, клиентке об этом сказала, что вот эти жидкие тени, они могут отпечатываться, особенно на нависшем веке. Вот если верхнее веко такое нависающее, вот как в данном случае у меня, например. Но у меня не так сильно, но и тем не менее. И у той клиентки тоже было нависшее веко. Я ее предупредила, что может быть такой момент отпечатывания. Ну, в общем, она говорит, нет, давайте, все-таки я уже решилась приобрести, давайте я эти тени приобрету. Ну, вот как-то таким образом. Ну, моя задача, скажем так, в этом плане была выполнена. Я ее действительно об этом предупредила. Хотя, в общем-то, сама не знаю. Может быть, действительно все здесь замечательно проходит, не отпечатывается. В общем, девочки, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто пользовался, у кого есть уже какие-то отзывы для собственного моего понимания, стоит или не стоит эти тени приобретать. А вдруг я сама решусь и потом буду пользоваться этими тенями по тем рекомендациям, которые вы оставите в комментариях. А мы с вами двигаемся дальше. Еще одна моя постоянная клиентка – это сотрудница торгового центра. Она у меня периодически тоже делает какие-то заказики небольшие. То из серии Том сделает заказ небольшой, то из уходовой косметики. И в этот раз ко мне подходит и говорит, Татьяна, дай мне, пожалуйста, каталог. У меня закончились кремы, я хочу полистать. А она работает не каждый день. Вообще, она содержит этот магазинчик, является, скажем так, бизнесменшей. Вот, ну, знаете, как в традиционном бизнесе. Сам себе режиссер, ты себе и руководитель, ты себе и организатор, ты и продавец, ты и бухгалтер для себя и так далее. То есть со всеми вытекающими. Все в одном и все 24 часа-то в бизнесе. Вот в ее случае это так. Да и у большинства держателей магазинчиков, которые находятся у нас в торговом центре, да и не только у нас в торговом центре, а тех предпринимателей, которые содержат свои магазинчики, они, как правило, сами в этом бизнесе. И продают, потому что экономят средства, аренда высокая. Ну, в общем, есть свои нюансы, скажем так, в этом бизнесе. Так вот, она не каждый день бывает, на смену приходит ее сын. Я у нее спрашиваю, ты будешь завтра работать-то? Она говорит, да не знаю. Ну, в общем-то, говорили, чтобы она оставила тогда каталог. Ну, если что-то будет, мы с ней созвонимся. Прихожу я в магазинчик на следующий день, и действительно сидит ее сын. Он мне достает каталог, я его открываю, там лежит записочка. И в этой записочке несколько позиций. Пишу ей в Асапе, вот обнаружила записку. Скажи, это актуально, тебе это нужно. Включать заказ, не включать заказ, ну, все как обычно. Она говорит, включай заказ, да, мне это нужно. И что же было в ее заказе? У нас сейчас в каталоге идут два вот таких крема с хорошей скидкой при покупке двух в наборе. Это крем из серии Oxiology, дневной крем-флюид для лица, кислородное увлажнение. Так, артикул я пытаюсь найти. Вот он, 02-60, дневной крем. И крем для век, артикул 02-62, тоже из этой же линейки. И отдельно она мне заказывает ночной крем. Ночной крем для лица, кислородное питание уже. Это для сухой кожи у нас идет. И артикул этого крема 02-65. Вот перекремчик она мне заказала. Такой интересный заказик. Ну, вот, наверное, все я вам клиентские истории рассказала. Вот так сработала с Рафаной Радио. У меня такое часто очень бывает. Раньше было на нижнее белье Флоранш, когда занималась только нижним бельем. Сотрудничала с компанией Флоранш. И очень часто такое случалось, что одна клиентка приобрела комплект белья, где-то похвасталась на работе или среди своих близких. И они тоже сделали заказ белья. Сейчас у меня такое происходит в компании Фаберлик. Тоже приобретают товары, рассказывают, делятся своими впечатлениями. В итоге приходят уже с заказами и для себя еще больше, и плюс еще приводят других клиентов. Ну, это круто. С Рафаной Радио на самом деле рулит. Ну, а у меня на этом все. Если видео было вам интересно, полезно, ставьте лайк по данным видео. Конечно же, подпишитесь на мой канал, если вы еще это не сделали. Я вам предлагаю оформить дисконт. В этом каталоге у нас при оформлении дисконта в подарок вот такая замечательная вода. Серия Рената. Одна из двух на выбор. Всего лишь за 1 рубль. При условии, что вы делаете заказ на 1999 рублей в ценах каталога. У вас будет еще скидка 20% на этот заказ и плюс вот такой шикарный подарок в следующем каталоге вы получите. Период действия этого каталога, обратите внимание, до 3 ноября вы можете принять участие в этой акции. Для этого напишите мне в личку в социальной сети, ссылочки есть все под данным видео, либо под данным же видео я разместила вам активную ссылку для регистрации. Можете сами заполнить коротенькую анкету и получить вход в свой личный кабинет. А я уже в дальнейшем буду оказывать вам информационную помощь, когда она будет вам необходима. На этом у меня все, до новых встреч, с вами на связи была Татьяна Кузьмина, увидимся в моих новых видео.